Бедствие для экономики – нелегальный рынок алкогольной продукции на Украине. Так считает Европейская комиссия. Он достигает 60%, уводит из бюджета около 360 миллионов евро и признан самым большим в Европе. В Манюполе, как известно, продажа алкогольных напитков запрещена еще с ноября 2014 года после 22.00. Но однако же те, кто ищет продолжение банкета, всегда может найти его в наливайках, где с удовольствием и с распростертыми объятиями ждут продавцы, которые продают зачастую фальсифицированный продукт, иногда даже ядовитый. Добрый вечер, вы смотрите программу «Коммуналка». Сегодня мы будем говорить об этом, о наливайках и о проблеме суррогатного алкоголя. В студии для вас работает Виктория Терещенко и я представляю наших гостей. Дмитрий Безруков, начальник отдела превенции Мариупольского района управления полицией. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Лашин, депутат Мариупольского городского совета. Добрый вечер. И Владимир Моисеенко, помощник депутата. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, согласно статистике, продажа алкогольных напитков в ночное время значительно увеличивает риски правонарушений, а также несчастных случаев вследствие злоупотребления алкоголя. Так ли это, Дмитрий? Так, диз, но так. Если никто не против, в принципе, тоже буду на русском языке. Будь ласка, разговаривайте. Если удобно. Больше спрашиваю. Так, действительно, проблема очень большая. В нашем городе две серьезные проблемы. Это несертифицированные алкогольные напитки, продажи их, ну и наркотики, соответственно. Вот. Большая часть, конечно, направлена на алкогольную продукцию, несертифицированную. Ну и сотрудники полиции вместе с городской мэрией проводят непосредственно каждый день рейды по наливайкам. Каждую неделю происходят отчеты, то есть докладывают по месту несения службы. Это, мы говорим конкретно за территорию города Мариуполя, изымается от 10 до 50 литров несертифицированного качества алкогольных напитков. То есть, ну, в простонародье шмурдяк называется. Значит, тут, который разбавляется спиртом, ну и другими продуктами. Значит, от которых также начинают болеть люди, заболевают, ложатся в больницы. А в некоторых случаях остаются инвалидами, слепнут и даже умирают. В этих всех моментах мы проводим непосредственно проверку. Из этих проверок информацию мы вносим в единый рейстр досудебных расследований, где продолжают проводить проверку следствия, дознания по этому поводу. Очень много фактов. Очень много фактов. И здесь нам также очень, скажем так, плодотворно помогают общественные организации. Их также хватает, в принципе, каждую неделю приблизительно мы стараемся их залучить до этого мероприятия. Ну и, соответственно, вместе с ними идет изъятие. Идут, мы составляем административные протоколы вместе с изъятием. Пишутся акты об уничтожении изъятия, уничтожении алкогольных напитков, не сертифицированных. Ну и также мы... Тем не менее, как я уже говорила, в любом украинском городе и селе, или селе, можно купить алкоголь. И многие люди видят все это. У многих родственники попадают в эту зависимость. Но все как-то пытаются замалчивать проблему, закрывают глаза. Но только не наш депутат Мариупольского городского совета, стронгмен и знаменитый спортсмен Украины, ну, один из самых знаменитых, Александр Лаша. Он взял и стал на тропу войны с этими наливайками, за что, в принципе, ну, я думаю, многие ему благодарны. Есть уже какие-то результаты. Давайте его послушаем. Расскажите, Александр, ваше вообще отношение к алкоголю? Ну, я вообще спортсмен без вредных привычек. Или только к суррогатному вы так? Ну, я лично без вредных привычек. Я не пью, но мои друзья, знакомые тоже выпивают. Но выпивают нормально, качественно и в пределах нормальных, допустимых, где-то на праздники и так далее. Ну, это дело каждого. Но я против таких наливаек. Я против того, во что превращается наш город. Потому что наша городская власть, мы депутатский корпус, наш мэр Вадим Сергеевич Боченко, реставрируют новые парки, скверы, реконструируют дороги, реконструируют город. То есть город приводится в надлежащий вид. А такие вот учреждения питейные, они просто портят всю ту нелегкую работу, которую делаем мы. И я считаю, что мы должны бороться еще больше. И опять же, это не от того, что я негативно отношусь к алкоголю. Это от того, что люди тоже это видят, обращаются ко мне как к депутату. В частности, там, наливайка на Близнецах на Левобережье. Это мой избирательный округ. Ко мне пришли люди, обратились. И я включился в этот процесс. И неоднократно туда выезжал и с вашей съемочной группой. Спасибо за то, что вы это подсвечиваете, эту проблему. И так будет проще. Мы еще показываем материал, конечно же, нашим телезрителям. Конечно же, я, как и с благодарностью, так же столкнулся и с угрозами. Точно так же я столкнулся с негативом. Потому что эти нерадивые предприниматели пытаются писать на меня всякие жалобы. И меня уже и участковый допрашивал. И на депутатский корпус приходила жалоба по поводу того, что я там якобы неэтично себя вел как депутат. Но меня это только вдохновляет к борьбе. Значит, я делаю право. Наверное, в этом еще остановимся более подробно. А пока хотела бы помощника депутата Владимира тоже спросить, что бы вы могли дополнить к вышесказанным. Ну, Александр правильно все сказал. Как бы за все это неприятно всю эту картину наблюдать. Когда идешь по аллее, с детьми гуляешь, а возле тебя такой континент, где и преступность развивается, и все на свете. Очень негативно, конечно, отношусь к такому. Ну, давайте вот посмотрим материал Виталия Драчука. И как раз он рассказывает в этом материале о нескольких точках алкоголя, разлива алкоголя этого суррогатного на Левобережье. И также я предлагаю нашим телезрителям звонить и говорить, если вы знаете, где такое же происходит, где находятся наливайки в нашем городе. Вот у нас есть представители полиции. Пожалуйста, звоните. Я вижу, у нас уже начали писать под нашей прямой трансляцией в Фейсбуке. В Фейсбуке, я так понимаю, это адрес одной из наливаек у нас есть. Мы потом это передадим в полицию. Передадим, опять же, Александру. Передадим Владимиру. И будем ждать каких-то результатов. Возможно, нам придется с этим явлением бороться долго, но тем не менее, я так понимаю, что желание побороть его и сгоренить есть. Поэтому я приглашаю всех наших телезрителей и звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это телефоны прямого эфира, а также писать по прямой трансляции в Фейсбук адреса нелегальных наливаек. И будем все вместе таким образом с ними бороться. А пока давайте посмотрим материал Виталия Драчука. Пожалуйста. Бульвар Меотідерщу на Лівобережжі. Навколо одного з киосків купа поліцейских. Приїхали за викликом депутата міськради Олександра Лашина. Він стверджує, тут продають міцні напої на розлив целодобово усім охочим. Это тот маф, с которым я уже борюсь полтора месяца. Буквально сейчас с ребятами мы ехали с мероприятия, с праздника двора. И проезжая здесь, увидели, что здесь опять начали торговать алкоголем. Я остановился, подошел, переговорил с продавцом. Говорю, что опять? Почему вы опять торгуете? Он говорит, вопросы не ко мне, вопросы хозяину. Мне сказали торговать, я торгую. Мы видели, что люди здесь покупают на розлив. И опять же, я набрал 102, вызвал наряд полиции и попросил приехать, оформить незаконную торговлю алкоголем. Коньяк, горілка, вино та шампанське. Асортимент цього киоску вражає різномагіттям міцних напоїв. Проте ані ліцензії, ані будь-яких інших документів на торгівлю, на вимогу патрульних продавчиня не показала. Заперекадувалася в зередині та постійно телефонувала власнику закладу. Звоните, пусть приезжает, открывает дверь. Не безбеку сурогату розуміють і постійні покупці міцних напоїву. Не разлив не беру, никогда в жизни. И другому не советую. Відсутність у киоску дозвільних документів на торгову діяльність приватний підприємець заперечував. Обіцяв приїхати особисто та все пояснити. Проте цього так и не сталося. По этому адресу, на табачку, на сигарету, 21 числа, открыта ліцензія. А по новому законодательству, если вы новое законодательство знаете, то по новому законодательству не должно быть ліцензії на объекті. Есть сайт ДПС, ДПС. Откривайте и смотрите. И на табачку, и на алкоголь. Есть лицензія. А где правоустанавливающие документы на МАФ? Вы эти документы знаете, Александр. Где? Покажите. Вы делали запросы, они лежали у вас. Покажите, пожалуйста, документы правоустанавливающих. Відповідь приватного підприємця поліцію здивувала. Вони одразу перевірили сайт, де ніби мала бути ліцензія. Ну от реєстр ліцензії, нету здесь никакой Латченковой, вот это на которую хоп. И МИАТИД-9 близко нету просто по реєстрі. Ну это чтобы вы просто для себя понимали. Я просто знаю, на таком еще сайте ДПС он не умеет и тут смотреть. Депутат міськради каже, така ситуація саме за цим МАФу повторюється вже вдруге. Месяц тому Олександр Лашин попереджував власника, щоб той припинив незаконну торгівлю сурогатом. Без ліцензії. Спочатку ніби спрацювало. Але потім киоску знову почали продавати міцні напої сумнівної якості на розлив. Ми знаємо, що тут немає ліцензії, ми знаємо, що тут немає розрішительних документів. А судя по тому, що так безстрашно люди торгують, виходить, що в них є яка-то крыша. Тому що для них закони не писані, для них нічого не писано, у них незаконно стоять холодильники, на що я зробив запроси в Горсовет і звертався до благоустрою на демонтаж незаконних холодильників. Буду боротися, значить, як змогу. Буду стучати во всі двері, щоб поки мене не услышать. Але не повинно бути таких заведень. Завдяки присутності нашої знімальної групи, депутата та поліцейських, на деякий час вдалося призупинити торгівлю міцними напоями на розлив. Дівчинка. А це вже вулиця Олімпійська, 11. Поряд з житловим будинком цілодобовий магазин. Мешканці багатоповерхівки стверджують, що там теж продають нелегально міцні напої на розлив. Через постійних клієнтів закладу зазнають шкоди. І навіть вже побоюються ввечері виходити на вулицю. Щоб вбрали його відсюда. Не дають ночами спати. Текло розбивають, що тут варяється. Це все, що хочеш. Драки, не драки, накатають на людей, що попали. Ну, сьогодні вже в обеді з п'яти втрату сидять. Та ну, так, пробуємо. Я п'ю все на боку Ш. Шампанське, шпирт, що горить і що нальють. На скарги мешканців будинку також відреагував депутат міськради Олександр Лашин. Він завітав до магазину, проте жодних документів тут теж не показали. Зв'язалися телефоном з приватним підприємцем. Поліцію викликати не довелося. Той визнав провину і запинив, що припинить торгівлю на розлив міцними напоями. Ну, є там вибіка з боку продавців. Міжкою, як би, ну, продали там, може, тому що... Смотрите, я, звісно, извиняю. Просто, ну... Ну, ребят, ну по якій вине... Ну, по якій вине... По якій вине продавців, якщо лежать конфетки, стаканчики, все? Ну, то есть, ну, ми ж розуміємо прекрасно, що не під пиво даються конфетка. Ну, давайте сделаем так. Я просто зазвав там приєдну, я розберусь в цей ситуацію. Я думаю, этого більше не повторити. Як би, за це я вам гарантирую. Сто процент. Загалом у Маріуполі чимало таких наливаюк. І далеко не всі йдуть на поступки. Олександр Лашин обіцяє, що і надалі боротиметься із закладами, де продають сурагат. Я вважаю, що в Маріуполі не місце таким пітейним заведенням. І ми будемо боротися з ними. Я зі своєї сторони буду обращатися до народних депутатів. Буду просити, щоб вони вносили законопроект теж в Верховну Раду. Тому що треба щось робити, треба повернути ліцензії. Ми літом на сесії мэр Вадим Бойченко обращався. Депутат міськради радить підприємцям, що займаються продажем міцних напоїв на розлив без відповідних документів, не зловживати ані власним бізнесом, ані здоров'ям людей. Адже це врешті карається законом. Дякую за перегляд! Тому я все-таки к Дмитрию этот вопрос адресую. Как вы, по вашому мнению, сколько їх в городе подобного рода наливайок? Ну, давайте я, в принципе, количество назову. Количество 42 наливайки. Это там, где полицейские выявили, и на данный момент проводятся проверки, рейды и все, что связано с ними. Значит, из этого количества 50% это наливайки, у которых якобы ФОП получили лицензию на людей, которые без мест определенного жительства. То есть это бомжи. С ними очень тяжело. Во-первых, их необходимо найти, дабы прекратить их частную деятельность. Полиция данным вопросом занимается постоянно. Мы действительно находим этих людей, снимаем с них по ихнему согласию лицензию, потому что некоторые бомжи даже не знают, что на них есть лицензии и ФОПы. Значит, по этому поводу у нас открыты уголовные дела, то есть информация внесена в единый реестр досудебных расследований. Есть несколько дел, где есть очень много, скажем так, наливайок, где ФОПами и те люди, которые получили лицензию, являются бомжи. И неоднократно. То есть мы приезжаем непосредственно на наливайку, которую документировали. Приезжаем туда, составляем административный протокол по статье 164. Она включает в себя изъятие всего спиртного. И также мы можем изъять и оборудование, на которых это изготавливается, делается. То есть это столы, стулья, оборудование полностью. Когда мы это начинаем делать, приезжает адвокат и показывает на другого человека ФОП и лицензию. То есть на одном адресе зарегистрировано несколько ФОПов, и они друг на друга переключают внимание. Да, 100%. Соответственно, мы составляем административный протокол уже по другой статье. И непосредственно актом об изъятии и уничтожении уничтожаем данную продукцию. То есть ту, которую мы находим. На данный момент также данными предпринимателями проявляется смекалка в худшую сторону, где они непосредственно прячут эту жидкость, скажем так, которую потом реализовывают в своих помещениях. Ну то есть такие себе хитрости, которые даже проходят, можно сказать, из полиции. Это, конечно, вы нам раскрыли очень большой секрет. Я думаю, что впервые на телевидении, по крайней мере региональном, такого уровня, мы слышим информацию, что на одном адресе несколько ФОПов друг к другу перекидывают ответственность. Тем более даже бомжи, которые без хатьки, как их называют, не знают. Но, собственно говоря, это очень интересно. Мы продолжим говорить на эту тему. А пока у нас есть активные жители, это молодежь, которая приехала сегодня к нам на программу, чтобы высказать свое мнение и отношение к подобного рода наливайкам. Давайте услышим их, пожалуйста. Добрый вечер, студия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, подобные заведения, называемые наливайками, являются бельмом на глазу ответственных граждан. И сегодня именно такие люди у нас на площадке. Сейчас мы с ними пообщаемся. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем отношении к таким заведениям. Здравствуйте, меня зовут Давид. Я член общественной организации «Молодь новой Украины». Также я являюсь помощником депутата Александра Лашина. И, конечно же, отношение к наливайкам очень негативное. Это очень портит облик нашего города, который стремится быть туристическим. Я вот лично вспоминаю, когда мы с Александром ездили на эту наливайку, просто ужас, много маргинальных личностей. Идет мама с ребенком, ей не дают прийти, потому что там просят мелочь. Я считаю, это недопустимо, и нужно прилагать все усилия, чтобы с этим бороться. Подобное 100% отталкивает. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Представьтесь вы и расскажите о вашем отношении. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я глава общественной организации «Молодь новой Украины». Я думаю, могу перетранслировать позицию всей общественной нашей организации. И мы, конечно же, категорически против подобных заведений, потому что они банально отравляют людей. Людям нормальным, которые не ведут такой образ жизни, они банально боятся проходить мимо подобных заведений, потому что там постоянно огромное количество, вот как сказал Давид только что, огромное количество людей аморальных, которые там лежат на остановках, ведут себя неподобающе. Ну и, в принципе, конечно же, мы против такого. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Золотухин Павел. Я член организации «Молодь новой Украины». Конечно, мы тоже, подписываясь под словами Максима и Давида, против наливаек в нашем городе. Мариуполь вообще, как стремительно развивающийся город с перспективным европейским будущим, не приемлет в себе наливайки вообще как явление. И, конечно же, от этого нужно избавляться. Это и вопрос безопасности, это и вопрос культуры. Все верно. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, о порывшейся ситуации. Ну, я считаю, что, как минимум, наливайки – это одна из особых таких причин разложения общества изнутри, потому как люди, которые их посещают, они являются маргинальной частью нашего города и всячески подают, как минимум, плохой пример для родителей и детей, которые с ними гуляют, для обычной молодежи, которая начинает задумываться, может, я в этой жизни что-то делаю не так и просто нужно вот так вот беззаботно идти в наливайку и, как говорится, закладывать за воротник. Но я считаю, что достаточно это явление является бичем нашего общества. К сожалению, на данный момент. Здравствуйте, меня зовут Данил, я член гражданской организации «Молодь новой Украины». Что хочу сказать по наливайкам? Действительно, наливайки очень пагубно влияют на нашу молодежь. Молодежь это видит, молодежь думает, что это круто и рисует для себя какое-то совершенно иное будущее. На самом деле, я считаю, что это неприемлемо в наше время. Все верно, мы только что видели это будущее в сюжете. Студия, передаем вам слово. Спасибо большое. Очень хорошо, что молодежь понимает всю отвратность этих явлений. Надеемся, что, конечно же, не будет следовать примеру тех людей, которые уже попали в эту ловушку, в этот капкан. Можно и так сказать. Александр, мы знаем, что после того, как вы стали публично раскрывать адреса этих нелегальных точек разлива суррогатной продукции, вам начали поступать угрозы. Не только вам, но и вашей семье, и вашему близкому окружению. Расскажите, пожалуйста, от кого, почему, зачем, что вообще, как вы с этим живете и боретесь. Расскажите. Ну, в семье, слава богу, не поступали угрозы. Поступали именно в мой адрес. Поступали именно там, говорили, что там причинят какой-то вред моему транспортному средству и так далее. Я на это не реагирую, потому что, ну, это все разговоры, попытки как-то меня там сбить с пути праведного, то есть борьбы с этими наливайками. Просто если вам, депутату, такому сильному человеку и известной личности поступают угрозы, то, конечно же, другие люди, конечно, будут бояться делать замечания даже. Я повторюсь, меня, я спортсмен, и я привык, если я сталкиваюсь где-то с трудностями, то я прилагаю еще больше усилий, то есть я не сдаю, наоборот, назад. Поэтому меня это только, наоборот, подбадривает и только больше стимулирует к жизни. Я хотел бы сказать, конечно же, обратиться и к полиции. Я думаю, что кроме гостя в студии нас будет смотреть много полицейских, возможно, пересмотрят записи. Я хотел бы, конечно, обратиться к ним, потому что все эти заведения, они не обходятся, их несуществование без каких-то там крышеваний, без каких-то ситуаций, где на что-то полиция закрывает глаза, на что-то органы ДФС закрывают глаза. Вот у меня есть обращение, да, вот. После того, когда я начал бороться, вот нашим начальником левобережного райотдела пришла мне бумага, да, о том, что мы выехали на место, мы посмотрели. Эта бумага пришла ко мне 13 августа, когда еще не было лицензии у этого киоска. На Олимпийской, да, которая находится? Нет, не на Олимпийской, это Близнецын. Пришла о том, что мы посмотрели, мы пообщались с руководством, мы не нашли никаких проблем, мы не нашли никаких нарушений, у них там все хорошо. Тут же у меня вот есть правоустанавливающие документы на этот МАФ, где написано 10 квадратов, в смысле вы не нашли? Депутат нашел, а полиция не нашла. А вы хотели искать? У меня вопрос. Получается, не хотели. Вопрос у меня еще к органам ДФС. На три листа, на мое депутатское заявление пришел ответ. Просто вода. Просто вода о том, что мы не можем проверять, мы не имеем права отзывать лицензию, мы не имеем права там выезжать проверять. В смысле вы не имеете права проверять? Вы орган, который выдает лицензию. Дмитрий, ну как бы вы могли прокомментировать вот такие вот отписки, можно сказать? С одной стороны, мы слышали вашу позицию, с другой стороны, что бы вы сказали по этому поводу? Может, действительно существует мафия, которая вот так вот все объединяет, и все это шито белыми нитками? Смотрите, я прокомментирую таким образом. Я, честно говоря, не смотрел, скажем так, материалы проверки. Но обязательно это сделаю. И если действительно там такая ситуация была, то мы проведем служебное расследование на каждом по этому поводу. Да, но на тот момент, когда проводили, сейчас не буду громкими словами кидаться, вроде бы должно было быть. Но если нет, я же говорю, что проведем проверку, посмотрим, дадим ответ. Это касается непосредственно ларьков-близнецов. Все, что касается других заведений. На каждое заведение у нас есть своя папка, папка-накопитель, в которую мы складываем не только протоколы, не только все документы, которые необходимы для открытия данных заведений, но еще и решения судов, где судьями принимаются решения по наложению штрафов, арестов. Ну вот смотрите, в январе 2016 года в Мариуполе была накрыта вот такая целая сеть по изготовлению и продаже алкогольного фальсификата. И в ходе там 15 обысков было изъято полтора миллиона гривен, около трех тысяч литров алкоголя, а также накладные на грузы у одного из грузоперевозчиков. Тогда было открыто криминальное проваджение за статей 366 службовое педробление 258-5 финансования терроризму и 204 незаконно выготовление сберегания – это сбуд педакцизных товаров. Вот с тех пор что-то были какие-то подобные в Мариуполе, как можно сказать, я не знаю, облавы, это называется рейды, что это такое, вот как в 2016 году в январе, что была все-таки раскрыта какая-то подпольная такая организация, и целая сеть была накрыта. Что вот сейчас происходит? Ну, на данный момент не буду разглашать сведения, но каждый год проводятся, будут проводиться, и каждый месяц планируется по той или иной наливайке, по тому или иному кафе, и те, которые занимаются действительно разливом недоброкачественной продукции, как бы мы планируем, документируем, и в скором будущем вы увидите наши результаты. Я по-прежнему обращаюсь к нашим телезрителям, и если вы хотите, чтобы мы передали в полицию адреса тех наливаек, которые видите вы, которые находятся непосредственно вблизи от вашего дома, или вы знаете еще какие-то места нахождения, пожалуйста, присылайте адреса под прямой трансляцией в Фейсбуке, или же звоните к нам в студию и оставляйте их здесь. А пока про анатомию подпольного рынка водки. Давайте посмотрим признание человека, который занимается этим фальсификатом. Он расскажет нам свои, не то чтобы он расскажет нам, я нашла эту информацию на одном из украинских сайтов, мы ее сейчас осветим, озвучили, и хотим, чтобы вы послушали, как он делится своими небольшими секретиками по изготовлению и продаже суррогатного алкоголя. Я думаю, что эта схема работает везде и как. И самое интересное, обратите внимание на себестоимость, которой обходится литр водки и почем она продается. Соответственно, конечно же, в киосках мы потом видим ее там по 5, по 6, по 7 гривен за стакан на 100 граммовый, ну я не понимаю, ну наверное, да. И получается, что какого там качества алкоголь, если определенная есть формула изготовления водки, и она имеет свою себестоимость заводскую. Ну вот давайте сейчас услышим и потом обсудим дальше, пожалуйста. Нелегалы чаще всего подделывают ту водку, у которой слабая система защиты. Этикетка со степенями защиты – это бред. Всю полиграфическую продукцию сейчас можно подделать. Полиграфические предприятия по всей Украине с радостью берутся за изготовление контрафактных этикеток. Сейчас подделка акцизных марок занялись и в Китае. Их продукция идет даже со всеми степенями защиты. Порой трудно отличить от настоящей. Акцизные марки на черном рынке всегда ценились дороже. Откуда они? Все просто. Берется заявка официального водочного завода на приобретение миллиона акцизных марок. Чиновник прилисовывает еще один ноль к заказу на печать акциза. Лишнюю, но настоящую марку продают на черном рынке. Кстати, часто такой гешефт чиновники делают в сговоре с легальными водочными предприятиями. Прибыль делят пополам. По отчетам заводов, водка произведена. На самом деле предприятие заработало на продаже лишней акцизной марки. Поэтому левая водка часто в продаже с самой настоящей маркой. Себестоимость моего продукта, который имеет такое же качество, как и у официальных производителей водки, около 6 гривен за пол-литра, еще не разлитой в бутылке водки. В отпускную цену, произведенной на моем предприятии бутылки водки, входят все производственные и непроизводственные затраты. Это около 5 гривен. Непроизводственные – это взятки. Полиции и прокурорам. Также нужно учитывать, что для успешных продаж моей продукции нужны откаты закупщикам оптовых торговых сетей. Но и это еще не все. В отпускную цену пол-литры входит и форс-мажор, если партию водки где-нибудь конфискуют. Несмотря на все крыши, такая возможность всегда существует. Поэтому итоговая отпускная цена пол-литра моей водки – около 17 гривен. Ну вот мы слышим, что даже существуют договоренности с крупными торговыми сетями через тех маклеров, через тех торговых представителей, которые поставляют водку под видом натуральной, какую-то суррогатную в крупные торговые сети. Поэтому нужно быть предельно осторожным, выбирая, как-то нужно оберегать себя. Ну вот как именно, пока трудно это понять, конечно, сейчас. Но, тем не менее, мы знаем, что от поддельной некачественной водки люди погибают. И чья в этом вина, хотелось бы узнать. То ли это виновата государство, поскольку оно взвинтило цены на натуральный продукт, на натуральную водку. То ли же это акцизы на спирт. Может быть, это сами продавцы суррогата виноваты, или сами люди. Хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые телезрители. Звоните к нам в студию по телефону, который вы видите на своих экранах. И оставляйте свое мнение. Этот же вопрос я адресую всем вам. Но давайте начнем с вас, Владимир. Как вы считаете, кто виноват? Государство или кто? Потому что они отказались, во-первых, от госмонополии на спирт. Ну, во-первых, да. Что такая водка продается? Если бы не было бы суррогата, не было бы столько, как говорится, наливаек. Если бы люди не пили бы эту гадость, не было бы денег купить нормальную водку, не так бы пили бы. Вы хотите сказать, что у нас много денег у людей, поэтому нужно вообще передать им плачу, что вы вообще не пили. Я думаю, было бы меньше бы этих. Так как раз люди, может быть, и пьют эту суррогатную, поскольку у них очень низкие доходы в сравнении с теми ценами, которые сейчас мы видим на продуктах. Но пить тоже ее пить, а потом думать, что нужно ослепнуть, надо инвалидам остаться, и все после нее. Ну, вот от безысходности, может быть, тоже. Я, кстати, не хочу тоже углубляться. Сейчас у нас другая тема программы, но тем не менее социальная, вот вся ситуация, которая складывается в стране, она как раз, возможно, и способствует вот таким проявлением неадекватности, и даже не заботятся люди о своем здоровье. А с другой стороны, мы слышим, что торговые сети даже принимают на реализацию, поэтому даже человек, если хочет просто выпить на праздник, и не зная, что он купит, какого-то кота в мешке, поэтому такое дело. Ну что ж, в принципе, давайте мы еще раз включим нашу площадку. Я хочу передать слово Дмитрию и тем ребятам, которые приехали, вот в чем они видят свою задачу, вообще задачу депутатов, задачу полиции, как вот они, как молодежь, относятся к этой ситуации, и что рекомендуют. Давайте послушаем, ребят. Спасибо, Виктория. Да, в принципе, вы уже задали интересующие вопросы. Сейчас гости на площадке попытаются на них ответить. Ну, на самом деле, бороться с Невальком не так уж и просто. Вот мы, когда были на рейде с Александром, приехало много полиции, но они, к сожалению, мало что смогли сделать. Поэтому эта проблема должна быть решена в первую очередь высшей законодательной властью. Муниципальная власть может инициировать разве что проект муниципальной варты, как это делается в других городах, чтобы они помогали, может, полиции даже не в том, чтобы закрывать, а в том, чтобы следить за порядком возле этих мест. Где скопление неблагополучных элементов, которые портят жизнь окружающим. Да, да, да. И себе в том числе. Спасибо, Ваша позиция ясна. Ну, однозначно, к такой проблеме надо подходить комплексно, потому что, в принципе, невозможно решить одно, не решив другого. Поэтому тут надо смотреть и с позиции социализации этих людей, потому что, как ни крути, они всё равно часть нашего общества, пусть не самая лучшая, но всё же часть. Поэтому нужно их социализировать каким-то образом, давать им понять, что жизнь без алкоголя существует и существует нормально. Ну и, в общем-то, продолжать те рейды, которые сейчас происходят. Мы, например, как активная молодёжь, готовы тоже присоединяться к полиции в таких рейдах и всячески помогать, если требуется такая помощь. А Вы во время вот таких вот рейдов, мероприятий общались с контингентом, которые собираются у таких заведений? Да, конечно, мы общались, ну, сразу скажем, это общение не самое приятное, потому что эти люди, они вообще не воспринимают никакие аргументы, ведут себя агрессивно, и я думаю, если бы не полиция, то могло бы закончиться неизвестно как. То есть они неохотно идут на диалог, скажем так? Ну, для них самый главный интерес, они же почему и ходят в эти наливайки, для них самый главный интерес это выпить и, собственно, с кем-то разговаривать, с тем, кто их отговаривает, они вообще не настроены. Я Вас понял, спасибо большое. Как Вы видите решение подобной проблемы? Я также согласен с тем, что нужно проводить диалоги и путем информирования, возможно, просвещение конкретных элементов, которые находятся, являются постоянными клиентами конкретных наливаек. Но проблема состоит в том, что люди должны сами осознать, что есть, что эта проблема, которая есть, ее нужно решать. К счастью, сейчас уже делаются первые шаги к ее решению, но в будущем, возможно, это какие-то жесткие санкции за правонарушение, как административное, за распитие спиртных напитков в общественном месте. К сожалению, даже из того же сюжета понятно, что это не первый рейд, допустим, в конкретную точку, она возобновила свою работу после какого-то бездействия. Поэтому, мне кажется, сразу нужно переходить к каким-то серьезным санкциям. Да, но также хочется добавить, у нас в Донецкой области действует мобильное приложение полиция 102, по которому граждане могут сообщить правоохранительным органам сразу о правонарушении административном, просто сфотографировав и отправив. И потом уже приедут органы и отреагируют на это. То есть важно, чтобы сами жители привлекали внимание к данной проблеме, не дожидаясь, пока депутаты, полиция поедут в рейд, а вызывать непосредственно наряд полиции непосредственно к этому заведению. Да, конечно, безусловно, потому что недостаток кадров полиции тоже имеет значение. Полиция не может быть постоянно и везде, круглосуточно, поэтому граждане и жители города, которые живут в непосредственной близости с наливайками, тоже должны проявлять свою громадянскую позицию и вносить свой вклад в решение этой проблемы. Благодарю вас. Расскажите, как вы видите решение данной проблемы и сталкивались ли вы с подобными заведениями в повседневной жизни? Да, конечно, как минимум на районе, на котором я проживаю, достаточно много такого рода наливаек. Но как минимум одного из вариантов решения проблемы можно предложить создание специальной правовой организации, которая бы тесно сотрудничала с полицией, действовала в рамках закона, которая бы, возможно, каким-то образом выслеживала наливайки разного типа и служила тревожной кнопкой, так сказать, для полиции и имела напрямую с ними связь и также своими действиями блокировала работу этих самых наливаек и, соответственно, ждала приезда патрулей, приезда нарядов полиции, которые бы эти наливайки, так сказать, закрывали. Вот, посредством того, что у них нет лицензии на торговлю, либо же эта лицензия просрочена и так далее, либо же они торгуют, допустим, суррогатным какими-то алкогольными напитками. Благодарю вас. Без сомнений хочу сказать, что обязательно это дело нужно брать на контроль, привлекать общественные организации, небезразличных людей, которые действительно готовы этим заниматься, также информировать вышестоящие службы в дальнейшем и, в общем, контролировать это. Как вы думаете, почему подобного рода заведения и их хозяева чувствуют себя безнаказанными, распродолжают месяц за месяцем, год за годом подпольно продолжать свою деятельность? Возможно, есть какие-то связи, какие-то тяги, через которые они могут как-то что-то где-то договориться, и они уверены, что это все пройдет безнаказанно. На самом деле с этим тоже нужно бороться, чтобы у людей не было той уверенности, что они могут вот здесь проскользнуть сейчас, и все у них обязательно получится где-то кого-то обмануть, где-то с кем-то договориться. Это тоже, я считаю, нужно контролировать и завершать подобного рода деяния. То есть, собственно, такие заведения это по сути вершина айсберга? Да, да. Проблема может быть глубже гораздо. И это опять же нужно контролировать и смотреть, как это все происходит там, дальше. Благодарю вас за ваше мнение и за вашу позицию. И мы надеемся, что после этого эфира к данной проблематике внимание будет привлечено еще больше. Студия. Передаем вам слово. Спасибо, Дмитрий. И вот как раз я хотела бы адресовать Дмитрию Безрукову. Вы слышите, как молодежь говорит, что они даже готовы создать какую-то активность, какую-то организацию, помогать вам. Вы как на это смотрите? Вы согласны в такой коллаборации работать с молодежью города? Конечно, согласен. У нас есть несколько общественных организаций и формирований, с которыми мы работаем. это действительно кропотливый труд. Я им очень признателен за это. В принципе, мы не только с наливайками боремся, но и охрана общественного порядка, с закладками, да, очень много рейдов, очень много мероприятий, которые необходимо делать для конкретного города. У нас есть телефонный или вы еще хотите? Хотел бы сказать, конечно, да. По тому, что полиция крышует кого-то, не крышует, давайте посмотрим это с другой стороны. Есть у нас статья, которая непосредственно указывает на... Ну, есть санкция статьи, скажем так, санкция статьи это штрафы. Штрафы от 51 до 170 гривен оплаты и больше никакого ни изъятия, никакого, ничего. Не имеете право просто делать, да? Конечно. Им проще оплатить этот штраф 51 или 170 гривен максимум по решению суда и то, если этот протокол действительно будет рассмотрен в суде, а так его обычно затягивают, если есть адвокаты до трех месяцев и либо это вот с карантинными нормами сейчас то же самое в принципе судьи тоже болеют. то государство должно было увеличить штрафы за деятельность нелегальную. Конечно. Поэтому здесь непосредственно директору этих наливаек проще всего даже не договариваясь, потому что возможно мы можем информацию внести в единый реестр судебных расследований за дачу взятки. Ему проще оплатить 51 гривну либо 170 гривен и продавать так же дальше. Ну конечно это как-то море. У нас есть телефонный звонок давайте услышим наших телезрителей и конечно же продолжим здесь в студии наш разговор. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к представителю у меня у меня вопрос к представителю полиции. Пожалуйста. Вот сейчас говорят о том, что и у жителей должна быть гражданская оппозиция, и жители должны бороться с навивайками и с людьми, которые распивают напитки. Я просто хочу сказать о том, что полиция не всегда реагирует адекватно. Я понимаю, что у полиции ограниченные возможности, но тем не менее, когда вызываешь патрульную полицию, во-первых, они проезжают минут за сорок, за час. И когда проезжают и компания распивает напитки, они даже обвиняют человека, который вызвал полицию. А что они делают? Они себя-то распивают, они не нарушают общественный порядок. Так как бороться с этими выпивохами, я так думаю, с нарушают. Спасибо вам за вашу позицию активную, спасибо за вопрос. Дмитрий, снова к вам. Я хочу сказать одно, на данный момент таких фактов не было. На 102 никто не звонил и не говорил по данному поводу, но по приезду управления патрульной полиции, по приезду следственной оперативной группы, по прибытию патрулей на маршруте реагирования непосредственно у каждого из них есть протокол и постановка. И в отношении данных лиц, которые ведут себя неадекватно, а именно распивают спиртные напитки и ведут себя агрессивно. Видимо, через зрительница наверное же сталкивалась, раз она рассказывает эту историю оператора лица. Составлены административные протоколы. Но те, кто обычно недоволен реакцией сотрудников полиции обычно звонят на 102 и мы такие факты берем к себе на сведения и проводим служебные расследования непосредственно по данным экипажам, которые приезжают на вызов. Я по этому поводу хотел как раз и добавить перед звонком, но мы ни в коем случае не должны брать под одну ребенку всю полицию, все правоохранительное уровень. Понятно, что как говорится выражение такое в семье не без. Поэтому я хочу сказать, что хватает таких ситуаций, где полиция действительно крышует, где полиция это все поощряет, зарабатывает какие-то блага на этом и вот тому допустим опять же я вернусь к этим близнецам к чему я сейчас проводил прием, ко мне пришли на прием и говорят Александр да, спасибо вам большое за то, что вы боретесь с витрины все убрано, сейчас стало меньше маргиналов этих всех, но своим тем же кто уже там свой алкоголик им все равно наливают по утрам мы видим как в стаканчиках им все равно наливают о чем это говорит да что я не поднимаю я трезвоню во все колокола телевидение и все остальное люди все равно работают это о чем говорят о том что все равно где-то у них есть какие-то договоренности и полиция в этой ситуации именно с этой наливайкой не дорабатывает поэтому тем более возбуждено два уголовных дела меня никто не допрашивает все это я так понимаю тоже о чем Дмитрий говорит тянется оттягивается чтобы прошло три месяца я надеюсь что после этого эфира вас обязательно затаскают я просто хочу сказать о том что я еще немножко подожду и я буду вынужден обратиться в органы ДБР на то что на бездействие полиции то что вы решили довести дело до конца я думаю со всей серьезностью мы уже все поняли поэтому я надеюсь меня услышат и полиция и органы ДФС и все таки будут делать свою работу качества я прошу дать мне буквально пару минут я хочу зачитать под нашей прямой трансляцией в фейсбук вот пишет Лидия Величко как быть с круглосуточными магазинами на улице Пилиппа Орлыка 92 В перекресток с улицей 9 авиадивизии основной ассортимент виноводочный ночью летом невозможно спокойно спать на площадке собираются любители выпить крики, ругань, драки громкая музыка милицию не раз вызывали но ничего не меняется так вот адрес значит улица Пилиппа Орлыка 92 В потом мы говорили о Близнецах говорили о улице Олимпийской 11 говорили о бульваре Меотида вот хотя бы эти и еще на улице Громова 63 рядом с Тринити нам тоже пишут когда я услышал что их 42 42 это наверное в одном районе нет смотрите потому что гораздо больше их очень много на самом деле и они зашифрованы то есть это магазины бары кафетерии закусочные у нас озвучены в эфире несколько таких точек которые я вас очень прошу Александр и вас и вас Дмитрий и вас Владимир проверьте пожалуйста тем более у нас есть активная молодежь у вас которая готова поддержать вас в этом направлении да поэтому давайте хотя бы эти адреса мы отработаем раз уж у нас сегодня телезрители к ним могу рассказать по Филиппу Орлико 92 В это юридический адрес их там действительно наливайка она закрыта но через форточку продают возле форточки стоит дерево в принципе и там конечно мы же не можем туда поставить наряд чтобы они круглосуточно там несли службу ну не можем подходят да уже посетители постоянные клиенты стучатся в окно говорят определенное слово им все-таки наливают наливают как за деньги так бывают и берут в кредит как говорится на запись в тетрадку к себе то есть это постоянные клиенты иногда на сотрудничество с полицией они не идут но мы на данный момент документируем данными мероприятиями данное заведение поэтому я думаю что в скором будущем как бы мы узнаем результаты самое главное что вы сказали что у вас очень мало механизмов воздействия и давления на определенные вот эти вот точки то что на бездомных оформляется то что штрафы всего лишь 51-170 гривен конечно это тоже нужно брать в учет но время нашей программы уже подходит к концу давайте мы сделаем определенные выводы начнем наверное с вас Владимир давайте вы расскажите что вы считаете я считаю что им не место этим наливайкам и как бы вот с документацией если будут решаться все на уровне местного здесь я думаю будет их меньше не давать им открытие этих лицензий то есть пересматривать смотреть чтобы вот эти 20 квадратов а не 10 и я думаю как бы будут они но их будет меньше хорошо Дмитрий что вы скажете знаете я хочу обратиться к каждому директору этих заведений и просто вот вы про себя скажите пошли бы вы с семьей в это заведение неужели вам самим не хочется сделать город лучше чтобы каждый из нас мог посетить ваше непосредственно заведение неужели оно стоит того чтобы действительно отравлять людей загрязнять окружающую среду и иметь очень много проблем неужели это так важно для вас что вы не можете от них отказаться вот в принципе у меня все ну конечно это их бизнес скорее всего это это не заведение а какие-то киоски квартиры съемные подпольные очень жаль что надо начинать с себя ну конечно это правда Александр я хочу сказать что нужно бороться и не опускать руки как бы не было тяжело понятно что не все зависит от городской власти потому что законодатель в Киеве который расписывает как выдается лицензия это то что к чему мы на этой сессии обратились к народному депутату и до этого мы обращались с тем чтобы все-таки поменять законодавство наше и вернуть лицензирование на места но и опять же я хочу чтобы жители наши были активней чтобы они тоже вовлекались в это все и видя эти факты нарушения тоже звонили не проходили мимо потому что это наш город и нам в нем жить нашим детям поэтому мы должны следить за этим и наводить здесь порядок ну я хочу только сказать что мы переживаем интересные времена раньше с виноградниками боролись сейчас вот государство наше объявило приватизацию и снятие госмонополии со спиртовой отрасли ну и собственно говоря они хотели тем самым пополнить якобы бюджет на 6-7 миллиардов гривен ну и тем тем самым сократить вот эту нелегальную часть виноводочной продукции однако в нашем государстве как мы уже знаем все непредсказуемое может пройти все совершенно наоборот вместо пополнения бюджета вся страна будет залита этим суррогатом поэтому конечно время покажет что там будет но делаем выводы что любит не любит а губит людей не пиво а суррогат поэтому будьте осторожны берегите себя эфир для вас провела Виктория Терещенко я благодарна всем кто принимал активное участие в программе благодарна нашим гостям спасибо что посетили нашу студию ребятам которые приехали в нашу программу высказали свое мнение ну что ж увидимся через неделю в этой же студии следующий понедельник в 19.00 всего доброго гостям как Субтитры создавал DimaTorzok